Привет! Знаете, какая страна в Европе сейчас самая популярная для обучения на английском? Ну, там еще дешевле, чем в Британии и в Соединенных Штатах. Ну, там еще можно остаться, работать после учебы или открыть свой бизнес. Меня зовут Олег, я эксперт по образованию за рубежом, и сегодня я вам расскажу о том, как поступить в Нидерланды. Согласно рейтингу журнала The Times за 2222 год, 13 нидерландских университетов входят в топ-250, при этом 6 из них занимают свои позиции в первой сотне. Хотя представителей нидерландских университетов могло бы быть и больше в этих рейтингах. Но есть один очень существенный нюанс, который касается системы образования, который не позволяет очень большому количеству шикарных университетов присутствовать в этих рейтингах. Но обо всем по порядку. Диплом голландского университета признается во всем мире и дает возможность после окончания начать успешную карьеру или открыть собственный бизнес. Нидерланды это страна, которая предлагает больше всех англоязычных программ на территории континентальной Европы. И на данный момент их насчитывается уже более 2000. 95% населения Нидерландов свободно разговаривают на английском языке, что позволяет иностранным студентам очень свободно чувствовать себя в Нидерландах. Учебу можно совмещать с работой. Можно официально работать до 16 часов во время учебного семестра и полный рабочий день во время любых каникул. Нидерланды позволяют выпускникам найти работу после окончания учебы или открыть собственную компанию. Специальное разрешение на год ориентации позволяет выпускникам остаться в стране еще на год и искать работу. А теперь специфика системы образования Нидерландов. Нидерланды известны своей бинарной системой высшего образования. Это означает, что студенты могут выбрать один из двух типов университетов для обучения. Первый тип университетов называется Research Universities, то есть научно-исследовательские университеты. Второй тип университетов называется Universities of Applied Sciences, то есть университеты прикладных наук. И вот этот самый нюанс. Университеты прикладных наук не занимаются научной деятельностью. А научная деятельность это один из самых важных факторов, по которому рейтингуют университеты. Поэтому очень много нидерландских шикарнейших университетов с прекрасной материально-технической базой, с современными методиками преподавания, они просто не попадают в эти рейтинги. Да, и в общем образования, полученного от университета прикладных наук, более чем достаточно для начала успешной карьеры. Вот основные отличия между этими типами университетов. Итак, университеты прикладных наук. Можно поступать сразу после школы. Не нужна подготовительная программа. Полностью практическая направленность обучения, то есть вас готовят конкретно к выходу на рынок труда. И бакалавриат занимают 4 года. Научно-исследовательские университеты. Нельзя поступить после школы. Более серьезные требования для поступления. Более научная направленность обучения, то есть много самостоятельной работы. И программа бакалавра длится 3 года. Как же поступить? Поступить в университет прикладных наук абитуриенты могут сразу после 11 класса. Если уровень английского языка позволяет начать обучение сразу, то нет необходимости в прохождении дополнительных курсов подготовки по языку или подготовительных программ. Немного иначе обстоят дела с научно-исследовательскими университетами. Так как программа бакалавра длится там 3 года, то для поступления в этот университет необходимо предоставить эквивалент предуниверситетскому образованию Нидерландов. Наш аттестат этому уровню не соответствует. Что же делать в подобной ситуации? Отказаться от поступления и искать другие менее привлекательные варианты? Ну, конечно же, нет. Вот вам как минимум 3 шикарных варианта, как можно выйти из этой ситуации. Итак, вариант первый. Если ты выпускник 11 класса и хочешь поступить в один из научно-исследовательских университетов Нидерландов, то можно воспользоваться подготовительными программами. Они называются International Year One, которые есть при двух топовых университетах Нидерландов. Это университет Амстеррама и университет Твенте. Рекомендую не отбрасывать сразу идею с Foundation, ну, подготовительной программой при университете. Во-первых, эта программа даст возможность значительно подтянуть свой английский язык. Очень часто иностранным студентам достаточно сложно сразу влиться в англоязычную среду. Во-вторых, в целом познакомиться с системой преподавания и оценивания в Нидерландах. Поверьте, она не имеет ничего общего с нашей. В-третьих, первый адаптационный год дается всем иностранным студентам очень нелегко. Поэтому почему бы не воспользоваться всеми преимуществами подготовительной программы и не приступить к обучению на первом курсе уже полностью готовым. Вариант 2. Поступаете в университет прикладных наук. И на первом курсе этого университета подаетесь в исследовательский университет. Этот первый год зачтется как год предуниверситетской подготовки для поступления в исследовательский университет. И вариант 3. Поступаете в Украине на первый курс и во время этого первого года обучения подаетесь в научно-исследовательский университет Нидерланд. Ну и очень важный вопрос. Бюджет. Обучение и прочие расходы в Нидерландах достаточно приемлемы, особенно по сравнению с другими англоязычными странами. Год проживания вместе со страховкой и питанием обойдется приблизительно в 10 тысяч евро в год. Для иностранных студентов стоимость бакалаврских программ составит 9-12 тысяч евро в год. Но существует много программ при очень хороших университетах, которые стоят намного дешевле. Например, программы от университета Erasmus стартуют от 6,5 тысяч евро в год. Стоит заметить, что университеты Нидерландов предлагают достаточно большое количество стипендий и скидок для иностранных студентов, которые дают возможность значительно снизить стоимость обучения. Реже, конечно, но иногда покрывают и другие расходы, связанные с обучением и проживанием в этой стране. Качество, комфорт, традиции – это все про университеты и про образование этой небольшой конституционной монархии. В общем, Нидерланды – просто отличная страна для получения высшего образования. Если вас интересует образование в Нидерландах, записывайтесь на консультацию по ссылке под этим видео. Консультация бесплатная. Под этим видео вы найдете ссылки на другие полезные материалы. Например, на наш БОД, который помогает выбрать страну и университет для обучения. Не забудьте поставить лайк этому видео, если понравилось, ну или дизлайк, если не понравилось. И обязательно напишите в комментариях обзор каких тем и стран вы бы еще хотели увидеть на нашем канале, и мы обязательно выполним ваши пожелания. Подписывайтесь на канал, будет много интересного и полезного. И вот еще что – доверьте свою мечту профессионалам.